место убрано все сложено чисто кофеек на старт и на дорогу ехать своей цели вышел я на дорогу там я в лесочке стоял вот и сейчас по асфальту поеду дальше потихоньку впереди населенный пункт меня добраться называется сыпнево или сыпнево как правильно не знаю и там уже определюсь надо будет уходить в лес грунтами искать этот город вот ну на карте он обозначен я думаю все будет классно пока не туда добрался до города до поселка этого сыпнево или сыпнево не знаю как правильно вот сейчас тут осмотрюсь с картами сверюсь в общем уже проследую до этого города вот и брошенного но сейчас еду еду к своей цели вот так добрался до указателя указателя на этот городок кломино такой брошенный город город призрак еще называется в польше он единственный такой вот и я цель моего путешествия такого в общем доехать до этого города посмотреть на его вот указатель два с половиной километров до него тут полтора километра до этого шлагбаума в общем не знаю чё там сейчас буду ехать потому что я здесь не был и такой поход я себе организовал такие элементы индустриального туризма но все это все это классно велосипед потихоньку день 5 утра так как я хотел да тут идет дорога по направлению к этому городу призраку я потихоньку еду даже вот обозначена какая-то велотрасса r7 интересно интересно везде лес вот что-то такое вырусовывается вот в лесу там вот не знаю стены не знаю какое-то было большое здание я сейчас хочу пробраться туда в клуб и посмотреть вообще чё там я думаю будет интересно сейчас мне надо немножко вернуться от метров 300 должна эта дорога быть в том направлении туда куда мне надо вот еду сейчас попробую туда пробраться вот по карте в принципе это этот город кламина вот такую турачище от него не знаю нахожусь я в начале но пока мисс даже намеков это было одно там все-таки до стены камись намеков никаких но счастья по таким вот дорогам этом направлении еще в общем пройдусь проедусь посмотрю конечно сколько лет прошло ему фотки тоже как бы то что в гугле в гугле картах то ну красиво ну не знают пока мисс камись я честно построен камись я ничего не нашел но я его сейчас объеду обойду все обойду все может что-то попадется интересно просто карта есть все ну как бы и даже улица какие-то сейчас грунтовка идет такая как колья хорошо что не глина песок такое что-то вот я сейчас тут вырисовывается такая интересная более хорошая грунтовка попробую попасть туда виднеется дом 5-этажка я сейчас к ней следую старые улицы этого города видно ездят машины ну это видать такие что-то даже тут какие-то рабочие интересные не знаю но довольно таки свежие все как-то но это не времен не ссср мне кажется ну такой вот например дом хотя не знаю допустим там и дальше живую не свежу сильно может вот этот еще и там как-то он брошенный да возможно еще тех времен это был город и тут были при сссср в общем такие какие-то секретные объекты вот советской армии сейчас вот такую этому в таком вот состоянии как бы интересно но сам поддерживаете он поддерживается и дальше идутся какие-то работы кто-то там даже живет я че-то ночью задумал что это будет реальный город призрак это так тут примерно будет света реставрирована потому что видно готовится к обработке двери новой уже стройматериалы вот там видно там строительный мусор может быть что-то и было но к сожалению прошло очень много времени и город призрак потому что вот например вот так вот он выглядит со стороны раз-два ну возможно потому что вот этот дом например даже есть объявление продается как бы печально то что видно что тут было много много и в гугл-картах тоже много достаточно это поэтому я сюда и поехал то есть теперь я уже допустим знаю что понимаете городов то есть стронж который я был три года назад там еще что-то было это коробки старые сейчас он стерк с лица земли висит табличка вход запрещен ну здесь вход свободный бог но уже не на что смотреть кто в лесу там что-то пробивалась какие-то стенки такое все ну так друзья вот такой вот мой поход то есть цель достигнута немного разочарован что не нашел такого ничего старинного город кламина да территория бывшего вроде как военный городок сссср советской армии ну так на этой ноте я покидаю этот город и начинается мое возвращение впереди около 400 километров в принципе цель достигнута ну к сожалению не увидел того что ожидал ну что хотел наверно так можно сказать видеофотки что-то мне это заинтересовало вот был поход то есть к этому всему ну того что на фотографиях конечно я не увидел а увидел она уже отреставрировано и пару домов этих продается ну не в этом суть поход продолжается возвращаюсь я думаю еще будет интересно еще дня три предстоит мне возвращение ночевки 3 я так думаю ну как раз не до конца недели вот так вот вот так вот проколу камеру вот металл пометал ну а потом заклеиваю эту вечером ну или уже если там что-то будет такое то походу буду клеить сейчас подкачиваю конечно этим насосиком плохо маленьким качать ну хотя бы три с половиной атмосферы я делаю назад ну а по асфальту нормально будет ну по-моему эти шваблы они на 3,7 рассчитаны вот максимально ну так ну сейчас подкачаю ну да уже там помнить в населенном пункте компрессор найду на заправке и уже докачаю нормально проверю давление спереди сзади ну вот так все сейчас эту камеру слаживаю в свой бардачок ремонтный и еду дальше классно короче так вкручу и дорога идет через лес вообще что-то настроение поднялось нормально так подумал о хорошем что еще предстоит сколько вкрутить сколько могу всего увидеть нового и как бы этот город который якобы написано что он город призрак в польше но его нет ну он уже живой призрак ну там уже есть даже жилые дома ну а то что там в лесах там остатки ну то такое это же поселком назвать трудно ну так так и вот вкручу и просто по такой красивой дороге и красивейшему лесу думаю сколько я еще всего не видел да не только я многие класс на велосипеде увидишь это не только но и но и на машине а пешком наверное еще больше а пешком еще больше вот потому что можешь каждую там не знаю какую-то рощицу зайти если тебе интересно ну так так что путешествуйте друзья пока есть время пока есть время название швеция я в швеции ура прикольно позади остается город вальч там я купил газа газа потому что у меня осталось 100 граммовый баллончик вот камеру одну на велосипед потому что как бы впереди я думаю кантров 350 есть пускай будет потому что одна у меня пробитая одна целая ну одну я заклею сегодня вечером непонятно вот воды взял время у нас пол четвертого пол четвертого еду значит еду просто еще место да сделаю отдых сегодня все больше может посмотреть вот так иду по трассе буду стараться в принципе держаться асфальтных дорог пока месть вот да еще и привел велик в порядок промазал помыл его вот вычистил в общем он после этой глины моей вчерашней конечно это беда была ничего прорвались все нормально вот продолжает движение дальше по асфальту ехал я в общем ехал вот такое чудесное место для отдыха мусорки все как положено выбрасывал все лишнее что мне там не надо мусор есть в общем так да если б не знаю вот так и степнет эта вырубка я бы там поставил бы палатку и короче заночевал бы вот вокруг лес я думаю найду что-то съехал с дороги там идет трасса вот сейчас тут посмотрю местечко так вот как бы вот хорошая тут такой мог прикольно мягко будет сейчас я посмотрю что там у меня показывает счетчик на пятый день 405 километров и плюс те 46 450 ну как бы нормально так вот в принципе с того леса там где я был так бросилось мне у глаза как было на какая-то стояночка вот такие вот сосны и я вот тут сейчас и расположусь луг завтра восход солнца будет оттуда если будет солнечная погода конечно было бы классно на таком вот лугу вот встретить рассвет да и вообще вот тут место вообще шикарное вот даже здесь классно ну а тут вот сейчас и поставлю палатку велосипед с дороги мне там машины летают на таких скоростях я думаю особо не надо вот выбрал я стояночку поставил палатку буду готовить что-то поужинать отдыхать завтра ехать продолжать так заканчивается мой пятый день похода вот отлично все идет хорошо а 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